всем привет сегодня я вас буду учить как приготовить витаминный коктейль для растений такой коктейль подойдет не только для комнатных растений но и для растений которые вы выращиваете на даче я уже собрала как вы догадались это будет витаминный коктейль из крапивы я уже собрала и нарезала немножко тут в баночку и трамбовала немножко она покалывает но я пользуюсь ножничками и мне это не так критично в плане пловкости так хотел рассказать по поводу этого метод шпагалка по поводу этого витаминного напитка для растений значит в крапиве содержится больше азота и углерода больше чем в коровьем онском навозе свином навозе и торфе и по эффективности крапивный вот этот вот настой он сравним с костной и кровяной мукой вот также крапива богатыми микроэлементами калий кальций марганец железо йод натрий медь хром то есть подобный напиток улучшает иммунитет растений значит каким образом мы готовим наш напиток наш витаминный коктейль всякая жирность бегает и я немножко радуюсь по этому поводу можно по моему лицу заметить вот утрамбовываем еще можно в принципе пару веточек добавить значит старые листики лучше срезать и выкидывать и соответственно вот эти вот цветоносные бурбалки на внешней части растения крапивы лучше убирать значит утрамбовываем затем берем отстойную водичку и заливаем заливаем водичку но имейте ввиду что в процессе брожения крапива будет расширять расширяться в своем объеме поэтому до самых краев заливать подобный напиток можно приготовить соответственно на даче на 10-литровое ведро соответственно тоже утрамбовываем крапивку и затем заливаем водой ставим гнет для того чтобы усилить брожение можно в напиток добавлять дрожжи заранее хочу предупредить что поскольку это органика то от нее будет специфический запах мягко говоря вонять как сатаны понимаете то есть чтобы у вас потом в комнатных условиях не оказался филиал ада так сказать лучше прикрывать соответственно крышечкой ну то есть каким образом это я проделываю я сначала вот как бы листиками закрываю и тарелочки так если будет появляться и тревожить специфический вот этот вот запах разлагающегося растения то в раствор можно добавить допустим стакан пепла он купирует запах и еще можно добавить корень болельяна он также будет эффективно бороться с неприятным запахом когда процесс брожения закончится это получается примерно спустя две недели напиток раствор будет готов им можно будет соответственно пользоваться так сейчас я вам покажу какого цвета он потом вот со временем становится видите то есть уже практически растворились растворилась органика в водичке ну запах легкий конечно аромат источается в каком какой пропорции мы готовим этот напиток на бутылку двухлитровую то есть мы грубо говоря не до краев наливаем приблизительно вот по такой уровень и берем стакан водички этого напитка витаминного коктейля и разбавляем то есть в чистом виде это будет очень концентрированный раствор растения могут просто сгореть поэтому имейте это ввиду касательно этого витаминного коктейля для растений опытные огородники и опытные садоводы любители комнатных растений заготавливают такой напиток впрок называется он зеленый чай то есть для растений зеленый чай то есть помимо того что можно делать из крапивы такой целебный и как это питательный раствор для растений еще можно заготавливать золу из крапивы это тоже является очень классным удобрением для растений так что я еще вроде бы рассказала вам а я еще хотела рассказать про то что здесь я на работе ставлю тоже соответственно этот настой я его конечно прячу всячески тарелочками и я хочу сказать что он показал себя во всей своей красе то есть в прошлом году я в комнатных условиях на балконе правда пыталась выращивать перцы помидоры вот и они у меня росли буйным цветом так сказать но к сожалению не плодоносили то есть они вымахали они дали зеленую массу но видимо в той ситуации когда я дома выращивала на балконе там либо мало света было либо скорее всего все таки не хватало удобрений эффективных на тот момент я еще не знала что так можно делать но как оказалось потом мама уже давно пользуется подобным целебным напитком на даче она правда настаивает всевозможные сорняки скошенную траву с газона ну то есть не целенаправленно именно крапиву вот все что уходит в сорняки и отходы так сказать на даче вот на таком она настаивает свой судебный напиток и действительно он оказывается очень эффективным вот я сейчас хочу просто вам показать я здесь на работе посадила помидоры экспериментально вот из что самое интересное только не смейтесь пожалуйста потому что размеры оставляет желать лучшего здесь достаточно активная солнечная сторона и в этом году я уже использовала этот витаминный коктейль они эти помидорки покраснели но размеры я же говорю я уже у меня нет терпения ждать пока они уже начнут набирать так сказать вес и массу да поэтому я уже сейчас вместе с вами их сниму пойдет пойдемте сейчас я вам покажу мои помидорки так 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 где наши помидорчики то есть я посадила вот пять растений у меня излишки рассады оставались и вот еще один помидорчик он пока что только цветет видите а вот эти помидорчики то есть у меня здесь 4 зеленых и 3 уже красненьких то есть мы сейчас вместе с вами их сорвем сорвем вот такие черри получились да судя по размерам это черри чудо просто какое-то чудо надо снять пробу так ой очень насыщенные очень такие мясистые несмотря на размер так что в принципе в комнатных условиях вполне можно эффективно выращивать даже томаты помидоры ну что ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч пока пока